Высокотехнологичное решение застояло и проблемы. Глава города ознакомился с ходом строительства сливной станции по приему жидких бытовых отходов. Раньше законно отходы осенизаторские машины сбрасывали только на улице Профсоюзной. В этом году появится еще одна станция. Директива от мэра двух мало, нужно шесть в каждом густонаселенном районе города. Проект очень материально обременительный. Одна такая станция стоит больше 29 миллионов рублей. Но они, безусловно, нужны. Проблема стоков ЖБО актуальна последние несколько лет. Осенизаторские машины сливают стоки в коллекторы и канавы. Тем самым сильно портят систему очистки всего города. Для слива жидких бытовых отходов существуют строительные нормы правил, которые гласят о том, что сбрасывать жидкие бытовые отходы можно при разбавлении в коллектора диаметром более 400 миллиметров. Незаконные лица, которые осуществляют эту деятельность, они не выбирают коллектора или еще что-то. Они не знают, какой диаметр проходит. Сбрасывают в любой. Соответственно, здесь происходит засорение. Тем более, что они сбрасывают весьма концентрированные сбросы, которые требуют большого разбавления. Станция состоит из пункта приемки ЖБО, помещения мойки для автотранспорта и тех помещений. Сток собирается в резервуар. Его разбавляют до нужной концентрации и потом сбрасывают в коллектор. Плюс здесь будет серьезная система очистки воздуха, чтобы жителям соседних домов не доставлять неудобства. Мы работаем по двум направлениям. Мы создаем в системе города систему пунктов приема жидких бытовых отходов, которая должна быть распределена по всему городу и должна она у нас в ближайшие два-три года появиться. И дальше мы должны решить проблему так, чтобы вернуть возможность накладывать штрафы именно от лица администрации. Также глава города рекомендовал руководству водоканала рассмотреть возможность сократить стоимость тарифа на слив осенизаторских машин или даже сделать его бесплатным. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.